здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садова сегодняшняя тема смородина вот та которую я так жестоко все срезала помните да рано весной мы ревизировали как бы да сад мой и смородина была в ужасном состоянии в плачевнейшем мне непонятно что с ней происходило и я решилась на крайние меры да я взяла секатор и все обрезала а теперь вот внимание сюда посмотрите какая красавица какие листики у нее красивые какие они большие здоровенькие слава богу я надеюсь что больше ей ничего не помешает вырасти в прекрасный плодоносящий куст но хочу оговориться вот когда она начала отрастать я внимательно за ней следила зачем а помните я вам рассказывала про волшебное число 3 у садовода волшебное число 3 есть покупаете яблони купите 3 разного сорта покупаете вишни купите 3 разного сорта если вы что-то обрезаете для того чтобы раскустилась вот это касается смородины тогда три листа отсчитали четвертой обрезали то есть оставили три и вот этих трех листов из пазухи этих листьев то есть около ствола пазуха и оттуда появится новая ветка как только она вырастет в четыре листа четвертый опять обрежем это принцип формирования куста черные смородины и крыжовника у них абсолютно одинаковая агротехника и как бы вы не упирались рогами своими и не пытались меня там переубедить это ее природа так устроена у черной смородины и у крыжовника основной урожай на ветках не центральных а 1 2 3 и далее порядка там основной урожай смородины они на вот этой вот одной единственной палки понимаете о чем я я надеюсь что да потому что я уже по моему за 10 лет все весь мозг выила вам так вот что значит правильно сформировать куст смородины это значит нужно подождать пока она начнет отрастать и вот в момент когда появляется четвертый лист а нам всего три надо оставить так вот четвертый лист это макушечка она обязательно муравьи обязательно принесут туда тлю там все сочненько и нежненько необыкновенненько прямо и ты вцепиться в эти листочки и наши листья макушки начнут закручиваться вот это момент истины вот вы сейчас должны прийти и оборвать все эти закрученные макушки что я с большим успехом и сделала посмотрите сюда и как только я оборвала макушки а тут вот еще формируются такие же ветки посмотрите из пазух листьев я надеюсь вам это будет видно из пазух листьев пошли боковые ветки и здесь будет не как был инвалид с тремя ветками корявыми а будет пышный и красивый куст который на следующий гост уже даст определенный урожай кормить смородину обязательно картофельные очистки закапывать по периметру кроны обязательно поить обязательно зала обязательно в небольшом количестве мородина предпочитает все-таки слабокислая реакция почвы потому что ее где место в природе в лесу где около ручейков почему потому что и вода есть и корнями она достает эту влагу и есть немного солнца она ручьи обычно бывают ну иногда и в зарослих так слегка только кроны приоткрываются поэтому кормить поить обязательно и вы должны это понимать вот бросать шланг подку смородины не рекомендую на такой кустик достаточно ведра на такой кустик достаточно будет трех ведер ну поливайте вы хотя бы раз две недели но вы как хотели растение же не может существовать искусственно посажено без вашей заботы и любви и так вы запомнили инвалидов убрали которые были до недоразвитые и теперь на этом месте отрастает великолепный куст смородины мы вернемся к нему еще я хочу показать что из него получится и это формирование будет до тех пор пока на каждом стволе не появится 27 боковых веточек это должно быть вот такое вот не знаю чудище с ягодами с черными вкусными всего доброго и до свидания